Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Мы сегодня с руководителем обсудили ряд направлений, по которым будет двигаться завод. Глава округа посетил компанию, производящую безалкогольные напитки. Поначалу очень было шокировано, когда меня попросили начать ездить, развозить продукты, лекарства, оказывать любую гуманитарную помощь жителям городского округа Люберцы. Волонтеров округа поздравили с профессиональным праздником. Оборудование, что для нас немаловажно российского производства, соответственно, в дальнейшем с эксплуатацией не будет никаких проблем. Новые рентген-кабинеты появились на базе Люберецкой областной больницы. У нас всероссийский турнир, кубок, так скажем, студентской лиги. Участвуют более 50 регионов России. Во дворце спорта «Триумф» прошли соревнования по тэквондо. Об этом расскажем в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомства отчитались в проделанной работе главе округа Владимиру Волкову. Подробности в материале моих коллег. Более 1800 обращений поступило в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкая на прошлой неделе. За отчетный период стражи порядка возбудили 22 уголовных дела. 16 преступлений раскрыто по горячим следам. Также было 170 дорожно-транспортных происшествий. Из них два с пострадавшими. Большинство личного состава работает в усиленном режиме работы. Владимир Михайлович, готовимся к будущим праздникам. Система ЖКХ работала в штатном режиме. Аварий на сетях электровода, газоснабжений не было. В городском округе полностью завершена работа по плановой замене лифтов. Все 39 единиц оборудования уже в строю. А капитальный ремонт многоквартирных домов пока продолжается. Всего у нас было запланировано замена от отремонтирования 135 многоквартирных домов. В работе находится 45. Уже выполнены работы в 90 многоквартирных домах. По таким категориям, как ремонт фасадов, ремонт балконов, кровель, замена внутридумовых инженерных систем, ремонт отмосток. Сюда же входит замена лифтового оборудования. С 1 декабря выросли тарифы за оказание жилищно-коммунальных услуг. В городском округе Люберцы за однокомнатную квартиру дополнительный платеж составит 362 рубля. За двухкомнатную чуть больше 600 рублей, а за трехкомнатную около тысячи. В следующий раз корректировка цен будет 1 июля 2024 года. В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, плата за содержание текущий ремонт изменится только с 1 июля 2023 года, так как она меняется раз в год. Для семей, которые общий платеж превышает 22% за жилищно-коммунальные услуги, безусмотрные льготы, субсидии за оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого необходимо обратиться в окружное управление социальной защиты. В Люберцах началась работа по новогоднему оформлению улиц, парков и общественных пространств. До 12 декабря округ будет полностью украшен к праздникам, а дорожные службы тем временем готовятся к обильным снегопадам. По прогнозам, синоптиков они начнутся в четверг и продлятся неделю. Владимир Волков поручил своим заместителям держать вопрос о держании дорог на особом контроле. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Председатель Совета депутатов Люберец Владимир Ружицкий провел прием граждан. С какими вопросами и просьбами пришли люберчане, расскажет наш корреспондент. На приеме инициативная группа жителей дома номер 298 по Октябрьскому проспекту. У люберчан общая проблема. У нас светофор между 96-м и 98-м домом. И водители стараются обойти этот светофор. И едут все через наш двор. У нас там просто вот как Октябрьский проспект, как проезжая часть. Нередкость конфликты между водителями, говорят жители. В большинстве случаев все заканчивается словесной перепалкой. Но иногда доходит и до демонстрации силы. Все происходит на глазах детей, которые гуляют во дворе. При таком интенсивном движении за них боязно больше всего. Полицейские у нас еще. Полицейские нам уже поставили. Надо посмотреть, что можно придумать вместе с гаишниками. Также Владимир Ружицкий поручил рассмотреть вопрос на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. И обозначил срок его решения. Две недели. Здравствуйте. Присаживайтесь. Жители поселка Томилино также пришли с общей проблемой. Участок земли по улице Лесная оказался в собственности одного из соседей. А на нем колодец, который когда-то обустраивали сообща. Теперь доступ к источнику питьевой воды закрыт. Писали обращение, когда примерно месяц небольшим назад. Оказывается, что уже территорию отдали. Я дам поручение земельщикам. К вопросу этому вернуться. Что там произошло. Но я допускаю, что эту тему даже кто-то оформил. И если там есть какие-то нарушения, через только суды. Через суды вернут. Жители передали Владимиру Ружицкому фотографии спорного участка, колодца, а также познакомились с документами, которые накопились в ходе решения проблемы. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Уже более 20 лет в городском округе работает компания, которая выпускает безалкогольные напитки. Продукция предприятия представлена на полках крупных федеральных сетей, а также локальных торговых точек. Наша съемочная группа увидела, как проходит производственный процесс. Это предприятие, без сомнений, можно назвать одним из самых инновационных в городском округе Люберцы. Основные этапы производства происходят без вмешательства человека. Все от обработки и стерилизации тар до розливой упаковки в автоматическом режиме. Но несмотря на высокие технологии, автоматизированную систему без человеческих рук на предприятии никак. В компании, расположенной в поселке Малаховка, трудится более 500 сотрудников. Большая часть – жителей городского округа. Мы сегодня с руководителем обсудили ряд направлений, по которым будет двигаться завод. Мы будем поддерживать всегда те предприятия, которые смотрят вперед, развиваются, дают рабочие места. И в таком направлении компания двигается, несмотря ни на какие вызовы. Из-за санкционного режима были проблемы с поставкой запчастей для импортного оборудования. Сейчас проблема решена, найдены аналоги. А что касается объемов производства, то они не упали, а наоборот – выросли. В 2022 году мы увеличили производство приблизительно на 15-20%. Приблизительно такой был рост у нас. В цифрах это 300 миллионов единиц продукции. И 250 наименований напитков. Практически вся линейка безалкогольной продукции. От питьевой негазированной воды до лимонадов и сока в стекле. Все, что производят на этом заводе, представлено в 40 регионах Российской Федерации. На базе Люберецкой областной больницы открылись новые рентген-кабинеты. Современное оборудование заработало в 11-й поликлинике в поселке Малаховка и в Центральном поликлиническом отделении. О новых возможностях диагностики и обследования пациентов – наш следующий сюжет. Техника настроена и уже в строю. Но этому предшествовала большая работа. В помещении, где установили рентген-аппарат и маммограф, провели капитальный ремонт. Стены покрылись специальной штукатуркой, которая не пропускает ионизирующие излучения. Для безопасности пациентов и врачей менять пришлось даже двери. Одним словом, к приему здесь готовы. У нас будет открыто расписание, отдельное расписание на маммограф и, собственно, на рентген-кабинет. Можно будет записаться через 122, через колл-центр, через госуслуги, МОСРИК и в том числе через регистратуру, придя в поликлинику. Новый рентген-аппарат позволит точнее определять патологии костей, суставов и внутренних органов. А маммограф способен увидеть даже мельчайшие новообразования и тем самым помочь предотвратить развитие рака молочных желез. Оборудование, что для нас немаловажно российского производства, соответственно, в дальнейшем с эксплуатацией не будет никаких проблем. И, конечно, оно позволит проводить осмотр наших жителей гораздо быстрее, гораздо качественнее в новом спектре разрешения. Появление рентген-кабинета в 11-й поликлинике значительно сэкономит время жителей поселков. Записаться на обследование могут пациенты со всего городского округа. По такому же принципу работает аналогичный кабинет в Центральной поликлинике в Люберцах и недавно открывшийся маммологический центр в 6-й поликлинике. Луиза Эгия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Раз в год сотрудники реанимации новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства встречаются со своими бывшими пациентами. Уже повзрослевших детей и их родителей приглашают в поликлинику, но не для того, чтобы провести обследование, а чтобы подарить праздник и хорошее настроение. Безумно приятно видеть наших малышей. И мы всех помним, и все истории ваши помним. Мы очень рады вас здесь видеть, рады, что все дети ходят, все дети красивые, очень красивые все дети. Рады, что мы вам помогли стать счастливыми. Выписать и забыть это не про них. Со многими пациентами врачи Центра охраны материнства и детства на связи, ведь всегда приятно видеть результат своей работы здоровых детей и счастливых родителей. Для полных 10 месяцев мы родились на 28-й неделе. Случились такие преждевременные, неожиданные для нас, для всех роды. Сейчас мы ничем не отстаем от 10-месячных детей, которые были доношены. В общем, я хочу сказать, чтобы мамы, которые оказались в такой ситуации, не отчаивались. Такие встречи уже стали традицией. В Московском областном центре охраны материнства и детства ее проводят накануне или после дня недоношенного ребенка. Но называют по-другому праздником маленьких детей. Это детки, которых мы в своих родителей, которым дали путь в жизнь, над которыми наши докторами спали ночами, выхаживали их, и которые для них самые-самые дорогие. Вот мы с Татьяной Николаевной говорили, есть даже у нас примеры, когда 450 грамм малыша, он вырос, он уже взросленький, растет, и, конечно же, он станет большим, когда-то серьезным человеком, будет развивать наш городской оборуд, мы надеемся на это, но однозначно станет членом большой семьи, семьи нашего государства. Всех, кто пришел на праздник, ждали подарки, сюрпризы, выступления артистов и игры с аниматорами. Но самое ценное – это общение с теми, кто когда-то спас их. А в начале декабря во всем мире отмечают День добровольца в России. Этот праздник введен совсем недавно, но волонтерское движение стремительно развивается и становится все более значимым для общественной жизни. С Суберецким сообществом добровольцев встретился глава округа Владимир Волков. За их беседой наблюдал наш корреспондент. Они приходят на помощь, отложив свои личные дела в сторону, уделяют внимание и заботу тем, кому это действительно необходимо. За последние два года понятие «волонтер» сильно изменилось. Людмила Илькаева стала добровольцем как раз на пороге пандемийных событий. И сейчас, оказывая помощь семьям мобилизованных, уверена, она на своем месте. Поначалу очень было шокировано, когда меня попросили начать ездить, развозить продукты, лекарства, оказывать любую гуманитарную помощь жителям городского округа Люберцы. Поначалу это была пандемия, было сначала не так просто. Это маска, защита, ПЦР-тесты, перчатки и все вот это вот дело. Ну, ездили, помогали дружным коллективам. Дружный коллектив – это более 400 юношей и девушек. В основном студенты Люберецких учебных заведений, представители общественных организаций. Владимир Волков предложил волонтерам создать в Люберцах молодежный центр, где ребята смогут реализовать свои идеи в спорте, науке или творчестве. Мы готовы пространство сделать так, как вам будет удобно, под ваш заказ, ваши идеи. Смотрите в интернете лучшие практики, не только наши региональные, мировые практики. Смотрите, вот без стеснений. Нам нужен центр, это абсолютно точно. Красивый, современный, где будет зонирован этот центр по разным интересам и группам молодежи. Во время обсуждений было решено, что таких молодежных центров должно быть несколько в каждом поселке округа. А волонтеры, в свою очередь, предложили помощь в подготовке празднования 400-летия Люберец. Самые активные юноши и девушки будут включены в рабочую группу, где они смогут поделиться своими идеями. Международный день инвалидов, который празднуется 3 декабря, в Люберцах отметили концертом. Мероприятие провели в Люберецком дворце культуры. На праздники побывали мы. В программе празднования Дня инвалида не только концерт, но и выставка картины предметов, выполненных в технике декупаж, которая раскинулась в фойе ДК. Зрители не торопятся, изучают экспонаты и полотна, которые созданы люберчанами с ограниченными возможностями. Нам оказывается хорошая помощь благодаря Владимиру Волкову, который нам, ну как скажем, в силу его возможности, он нам оказывает помощь. У нас был очень плохой козырек около общества. Мы к нему обратились с этой просьбой и в течение двух дней нам козырек ЖУ сделал. Праздничный концерт открыли сводный детский хор Люберец и преподаватель по вокалу детской музыкальной школы номер 2, солист Евгений Саулин. Администрацию округа представила заместитель главы Марина Зинкина. С глубоким уважением я отношусь к данному празднику, я отношусь к вам. Сегодняшний праздник напоминает нам о том, что мы все разные, но сложности у всех одинаковы. И также мы все одинаковы к тому, что необходима нам любовь, надежда, вера и нам необходимо внимание, внимание наших близких. Несмотря на сложности со здоровьем, люберецкие инвалиды живут активной жизнью. Недавно вернулись с областного конкурса «Ох уж эти бабушки!» завоевали грамоты и кубок. А также мы помогаем военнослужащим, которые, ну, сами знаете, бабушки – это бабушки. Они хотят всегда всех согреть заботой и теплом. Поэтому мы участвовали в акции, раздавали пирожки около военкомата. Сами мы пекли, их не покупали. И, соответственно, мы вяжем носочки и отдаем через Преображенский наш храм. У нас в городском округе Люберцы проживает порядка 18 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья и 900 детей инвалидов. Для всех этих людей предусмотрены меры социальной поддержки. Такие, как бесплатные путевки в санаторий, это нежемесячные доплаты к пенсии, это наша замечательная программа губернатора «Активная долголетия». Я знаю, что многие из вас активно участвуют в этом проекте. В концерте также приняли участие вокальная группа «Джой Тимс», театр мюзикла «Успех» и другие творческие коллективы. «Бескорыстно руку протяните, Сверхово пастило в трубе дам, Добрые слова вы говорите, Каждому нужны они всегда». Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В лингвистической школе Люберец состоялось открытие муниципального этапа 31-х международных рождественских образовательных чтений и 20-х московских областных образовательных чтений, глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Подробнее о мероприятии наш корреспондент. В школьном зале ученики и педагоги, родители, представители администрации округа и Люберецкого благочиния. По словам духовенства, главная задача рождественских чтений – свободное и открытое общение, открытие нового и духовное очищение. «Самое главное, хочу вас всех поблагодарить. Поблагодарить за то, что вы есть. Вызовы, которые у нас в современном мире, они и новые, и в то же время глубокие и древние. И самое главное, дорогие братья и сестры, Христос, который пришел на землю, дал нам возможность, чтобы мы научились общаться друг с другом». История рождественских чтений насчитывает более 20 лет. В начале 2000-х в Подмосковье, кроме этого проекта, стартовал ряд других. Например, «Дорога к храму». Параллельно действует более современный проект – «Диалог со священником». Также в школах ввели предмет – «Основы православной культуры». «Я помню директоров школы, знаю, которые мне говорят, «Лидия Николаевна, а вот мы ввели и ведем этот предмет с 1 по 11 класс, и как результат у нас нет ни одного ученика на внутришкольном учете». «Я этим результатом горжусь, я могу назвать номера этих школ и в каких муниципальных образованиях». Лидия Антонова вручила директору 41-й гимназии Татьяне Яковлевой почетную грамоту Московской областной думы. А директор православной школы «Образ» Татьяна Смирнова от имени главы округа была награждена знаком за добросовестный труд. В программе рождественских чтений несколько докладов. Настоятель Владимирского храма в Красково Игорь Крикот отметил, что духовенство епархии в основном работает с учениками школ, а воспитанник в дошкольных образовательных учреждениях ни один из проектов церкви практически не затрагивает. «Чтобы лучше понимать, насколько существенна данная тема, приведу немного цифр, статистики. Так, на территории нашей епархии работают 404 отделения 251 муниципального учреждения дошкольного образования. Из них 28%, 113 отделений работают на территории Люберецкого благочения». В докладе «Формирование духовных ценностей у воспитанников дошкольных образовательных учреждений Игорь Крикотта раскрыл важность работы в детских садах. Встречи в рамках рождественских чтений на территории округа будут продолжены». Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Центральная детская библиотека Люберец-Бригантина – место, где можно не только почитать или взять книгу домой. Несколько лет там работает кружок авиамоделирования. Дети создают макеты истребителей, бомбардировщиков, самолетов транспортной авиации. О работе кружка Алексей Абрамов. Кружок авиамоделирования при библиотеке Бригантина работает четвертый год. Воспитанников не больше семи. Таковы требования педагога, который занимается с каждым ребенком индивидуально. «Мы не набираем много людей, потому что это немножко не получается. Пять, шесть, максимум семь человек. Вот так вот было. И то я пытаюсь делить их тогда на две группы, чтобы можно было непосредственно, потому что групповым методом, чтобы каждый выполнял, значит, там все выполняли одну и ту же работу на занятиях, не получается». Михаил Тимков – ученик пятой гимназии. Кружок посещает второй год. За это время сделал две модели. На первые ушло три месяца. Со второй справился быстрее – за три недели. «Мне очень по душе всякая техника. И меня интересует больше авиация. Мне очень нравится конструировать что-то. Напоминалось конструктор и всего такое». В моделировании дети используют недорогие и доступные материалы. Пенопласт, бамбуковые палочки, скотч и специальный клей для пористых материалов. Все расходуется быстро. И визит председателя Совета депутатов кстати. Владимир Оружицкий передал Сергею Карповичу сертификат на развитие кружка. «Ваши труды, я не знаю, что можно купить, но 50 рублей, ну, может, выучите. Для ребят я это веду до моделирования». «По традиции я, естественно, из этих, с этой суммы вызван на подарки детям. В прошлом году подарки, это был, конечно, полезный инструмент. Там всякие рулеточки, там, линейки и так далее, чтобы, там, фломастеры. Потому что все это дорого, а для детей это, все это полезно». Также в планах Сергея Карповича приобрести модели из истории Великой Отечественной войны. Работы, выполненные юными авиамоделистами, можно увидеть в библиотеке, в музеях образовательных учреждений и общественных организаций. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах на улице 8 марта открылась новая территория Дворца детского и юношеского творчества «Перспектива», где уже занимаются более 50 детей. Долгое время микрорайон не имел пространства, где ребята могли бы позаниматься в кружках и секциях. И вот вопрос решен. Что пользуется у юных люберчан наибольшим спросом, узнала съемочная группа нашего телеканала. Новая территория Дворца детского и юношеского творчества в северной части Люберец. Это три помещения, общей площадью 150 квадратных метров. Пространство новое, современное, после ремонта. В первом помещении находится фотостудия «Эврика». Это предметная съемка. Ребята выставляют шелкомпозицию, настраивают цвет, либо искусственный, либо естественный. Сейчас мы используем искусственный цвет, вот у нас цветной. Ребят в фотостудии много, но школу никто не прогуливает. Просто учатся во вторую смену. Подготовить центр к празднику помогли родители. У Альбины Ерютиной фотографией занимается дочь. Мы очень рады. Наконец-то мы долгое время ездили на ту сторону Люберец, чтобы ребенок занимался и очень нравится заниматься в той студии. И теперь, наконец, на этой стороне Люберец появился такой замечательный центр. В соседнем помещении раздается энергичная музыка. Там секция хореографии. Можно к вам в гости? Ну да, поклон. Мы всегда здороваемся, когда к нам в гости приходит позиция первая. Готовы. Девочки разучивают танец хорошее настроение, который исполнит на новогоднем представлении. Также примерка праздничных костюмов. У нас посещаемость наших детей по детским и юношеским дворцам творчества порядка 8 тысяч. Общая численность по округу. Мы будем стараться эту цифру довести до 10 тысяч. Абсолютно точно, что нужно расширять такую сетку. Мы будем обязательно работать над тем, чтобы создать единый центр. Вместимость нового пространства – 150 детей. Пока центр заполнен на треть. Педагоги ждут новых воспитанников. Например, юных шахматистов и художников. Секции для них откроются в следующем году. Наибольшим спросом используется, конечно, на хореографии. Ну и каратэ тоже. Мы сейчас, в принципе, только после открытия сразу набрали порядка 40 детей только на каратэ. Третье помещение отдано клубу робототехники «Кубик». Ребята занимаются лего-конструированием. Сборкой роботов программируют их. Конструктор универсальный. И позволяет собрать не только роботов, предложенных в инструкции, но и разработать своих. Даня, Даша. Что это у вас такое, что вы собрали? Мы собрали лето, который в вас. Вот эти ноги должны забивать с мяч в городе. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Наташинском парке состоялось первое новогоднее представление, а в его рамках акция «Елочка гори». Дети и взрослые отметили наступление зимы песнями, танцами и хороводами. А потом все гости парка приняли участие в церемонии зажжения новогодней елки. Подробности далее. Серию новогодних представлений в Наташинском парке по традиции открыли работники Люберецкого дворца культуры, которые выступают здесь с 2013 года. У нас сегодня потрясающая театрализация, в которой задействованы сказочные герои. Уходящий символ года тигр, символ наступающего года зайка, снеговик как символ зимы, я в качестве снежной королевы, которая, конечно же, создаст интригу, ну и, соответственно, Дед Мороз и Снегурочка. Особая гордость творческого коллектива то, что программа представления не повторяется. Сценарий полностью новый, ведь юный зритель самый требовательный. Мероприятие рассчитано на детей от трех лет и всех остальных. Атмосфера здесь в парке частичная. Да, хорошая. Очень рада, что для детишек столько всего здесь происходит мероприятий. Холодно, но мы греемся потихонечку. Великолепно, очень здорово, очень красиво, красочно. Очень здорово, молодцы. Отлично, спасибо большое, замечательно все. Программа праздника подготовлена с учетом погоды и минусовых температур. Музыкальные номера и игры требуют самого активного участия. Сцена в плотном кольце зрителей. Танцуют и дети, и взрослые. С новым годом, пусть все мечты сбудутся, все подарки под елкой вы свои найдете. Обязательно хорошо учитесь, набирайте сил, здоровья и растите умными и счастливыми. Кульминацией представления стала церемония зажжения новогодней елки высотой 14 метров. Раз, два, три. Наша елочка горит. Здравствуйте. Ух ты. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» завершились трехдневные соревнования Всероссийского кубка среди студентов по тэквондо. Соревнования прошли как в личном, так и в командном зачетах. Среди команд первое место заняли учащиеся Российского государственного института физической культуры. Второе – студенты Поволжского государственного института физической культуры, спорта и туризма. Третье – спортсмены Московского государственного строительного университета. В этом году кубок получил международный статус. К участию были приглашены студенты вузов Республики Мали. Организаторы уверены, что в будущем география представителей стран Африки будет шире. У нас намерены подписать какой-то договор, чтобы мы могли совместные мероприятия проводить. У нас есть уже какой-то договор с тэквондо. Будем все это смотреть, какие могут быть мероприятия. Студентское развитие тэквондо – это одно дело. Вот такое общее развитие – это тоже другое дело. У нас всероссийский турнир, кубок, так скажем, студентской лиги. Участвуют более 50 регионов России, более 70 вузов России, которые отбрались на наш турнир и приехали в этот замечательный город Люберца. А на этом выпуск завершен еще больше подробностей. Смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова